Здарова, друзья! 2020 год начался прям совсем ужасно. В мире происходит тотальный капец. Карантин, самоизоляция, вирус и уже медленно стартовавший самый ужасный экономический кризис за последние 100 лет. Хорошего действительно мало, но в этот самый период всеобщей самоизоляции, если верить международной статистике, то интерес к играм у людей вырос на 80%. И за эти несколько месяцев уже и Steam 3 раза смог побить свой рекорд по онлайну, и Epic Games со своим Fortnite выстрелил, и CSGO внезапно побило свой новый рекорд, и это еще только цветочки. В связи с этими массовыми рекордами я решил записать видосик о 10 самых популярных играх современности. Повторюсь, что не о самых качественных и крутых играх, а именно о популярных. Какую-то часть из этих игр вы 100% боготворите и ежедневно играете, а другую просто ненавидите. Так что думаю, интересных и взрывоопасных моментов в этом видео точно будет достаточно. Усаживайтесь поудобнее, друзья, и погнали! И начну я, пожалуй, с игры, вернее целой франшизы, которая, несмотря на свое уже почти 20-летнее существование, именно сейчас находится на вершине своей популярности и успеха. И это, конечно же, Call of Duty. Игра, новая часть которой выходит каждый год, и с каждым годом становится лишь все круче и популярнее. Да, бывают у нее, конечно, и не слишком успешные релизы, но, как сказать, не слишком успешные. Тиражом в 10-20 миллионов копий игра почти всегда расходится, и всегда она окупается в сотни раз и приносит Activision колоссальную прибыль. Убыточной эта франшиза никогда не была, и, скорее всего, не будет. Небольшим провалом Activision сейчас считает ту игру, которая не смогла побить рекорд доходности предыдущей. И, к счастью, у Modern Warfare 2019 года дела с этим обстоят великолепно. Ведь игра оказалась настолько потрясающей и крутой, что уже за месяц она побила все существующие рекорды серии. И стала самой продаваемой игрой. Игрой с самым высоким и стабильным онлайном. Самой прибыльной игрой. Самой продаваемой игрой на ПК. Самой продаваемой игрой в цифре. Лучшим релизом Call of Duty на PlayStation 4 и еще где-то с десяток рекордов она тоже побила. А с выходом в ней бесплатного режима Warzone, в который за месяц поиграла 50 миллионов человек, она снова перебила свои же рекорды заново. Таким образом, абсолютно по всем показателям, ну разве что за исключением субъективной оценки сюжета, Call of Duty образца 2019 года стала лучшей и самой популярной игрой в серии. И сейчас она находится на пике своей популярности в мире. Overwatch. Близзарды известны тем, что они всегда создают максимально долгоживущие и популярные игры. Многие говорят, что они делают игры не для того, чтобы в них играть, а для того, чтобы в них жить. Я с этим тезисом полностью согласен и вообще никогда ни в одну игру Близзардов не играл. За редким исключением в виде третьего Варкрафта, например, и нескольких наигранных часов в StarCraft, WoW, тот же Overwatch и другие. Их игры меня ну вообще не увлекают и не заинтересовывают. Но это я, а вот миллионам других игроков они подходят в самый раз. Близзарды до сих пор успешно удерживают высоченные онлайны в World of Warcraft, StarCraft, Hearthstone и других своих играх. Но где-то в 2013 году их показатели начали проседать. И тогда они взялись за разработку максимально актуального шутера, который бы понравился вообще всем. И который бы стабильно удерживал онлайн и приносил огромную прибыль. И спустя год разработки они выпустили Overwatch, который за рекордные сроки стал мега популярным шутаном. И вот уже совсем скоро выходит даже его вторая часть. Overwatch сейчас периодически делит пальмы первенства по онлайну с Варкрафтом. И по праву считается ну очень популярной игрой с высоким онлайном. Fortnite. Не знаю стоит ли долго рассказывать вам историю успеха этой игры, о которой вы и так наверняка слышали. Ведь сейчас именно Fortnite удерживает звание самой популярной игры в мире. Королевская битва произвела в 2018 году настоящий фурор. И Fortnite поднялся на пятидесятал успеха и сидит там до сих пор. Лишь усиливая свою популярность разными ивентами и настоящими шоу. Одним из таких шоу стал недавний онлайн концерт Трэвиса Скотта. Первая демонстрация которого собрала рекордные 12 миллионов одновременно играющих игроков. А финальная демонстрация собрала уже почти 28 миллионов игроков. То есть Fortnite с разницей в несколько дней побил свой же мировой рекорд по количеству одновременно играющих людей. Но собственно самая популярная игра в мире, тут и добавить больше нечего. Еще одной самой-самой популярной игрой в мире является Minecraft. Такое количество одновременно играющих он конечно не собирает, но это не мешает ему являться самой продаваемой игрой в истории человечества. И это только по официальным данным купленных лицензий. А представьте сколько детей в него играет на пиратках. В последнее время чуть ли не в каждом сериале или фильме современности, в котором появляются дети, они так или иначе упоминают Майнкрафт. В современном мире уже наверное просто нельзя найти ребенка, который бы не знал и не слышал ничего о Майнкрафте. Но это кстати не значит, что это игра детская. Десятки миллионов взрослых в нее тоже регулярно играют. FIFA. Еще одна франшиза, которая обновляется каждый год и продается за фулл прайс. В очень узких кругах интернета эту игру просто ненавидят и презирают за ее всепоглощающую систему донатов. Но это не мешает ей каждый год бить все новые и новые рекорды по онлайну и продажам. Таким образом, даже несмотря на то, что FIFA 2020 получила самые низкие рейтинги на метакритике в истории, и у нее даже немного просели продажи в рознице, в цифре же продажи оказались все равно выше, аж на 36%. Также цифровые продажи увеличились почти вдвое и на ПК, так что я практически уверен в том, что как бы сильно ее не хейтили, сколько бы бойкотов не объявляли и как бы рейтинги не занижали, в этом году FIFA 2021 снова побьет все свои предыдущие рекорды и сделает это легко. Лига Легенд плюс Дота 2. Две самые популярные моба игры, которые удерживают свое лидерство в жанре вот уже больше 10 лет, и ежедневно собирают у мониторов миллионы игроков. Точка. GTA 5. Это вторая самая продаваемая игра последних 10 лет, которая идет сразу после Майнкрафта. В 2013 году ракстаровцы произвели настоящую онлайновую революцию. Никогда еще мир не видел настолько потрясающего открытого онлайнового мира с таким изобилием заданий и разных режимов. Это было просто шедеврально. С каждым годом онлайн игры лишь рос, а доход увеличивался. С обновлением GTA RP ее показатели снова взлетели, и она все еще получает свой многомиллионный онлайн и остается лидером в своем уникальном жанре. Counter-Strike Global Offensive. Этой игре пророчили быструю смерть еще в 2018 году. Тогда ее онлайн упал почти вдвое, после феноменального успеха PUBG и Fortnite. После этого Valve так сильно за контру испугались, что тоже быстро подсуетились и сделали свою королевскую битву. Так еще и сама контра после этого стала бесплатной. Но это ей на самом деле не помогло. Онлайн продолжал падать. Потом падение остановилось, весь 2019 год было затишье. И вот в середине апреля, как раз в разгар карантина, онлайн не просто вернулся в контру, а и установил новый рекорд по количеству одновременно играющих пользователей. Рекорд в рамках самой контры, конечно. До рекордов в Fortnite и других игр в контре еще очень и очень далеко. Rainbow Six Siege Главный и самый прибыльный шутер от Ubisoft, который не слишком успешно релизнулся, но который, благодаря успешной работе над ошибками и регулярной подаче обновлений, с каждым годом становился все лучше и лучше. И соответственно на фоне этого рос и его онлайн. И вот спустя уже почти 5 лет с момента релиза и тоже за счет карантина бьет свои же рекорды по онлайну и становится все популярнее и популярнее и лучше. Ну и напоследок, вот вам очень и очень популярная одиночная игра Assassin's Creed. И тут мы снова попадаем в ситуацию, когда ну очень маленький процент игроков в узких кругах интернета ее хейтит. А значительному большинству игра с каждым годом нравится все больше и больше. Еще в конце прошлого года Ubisoft в своем отчете сообщили, что Origins вернула былое величие серии и продалась шикарным тиражом более 10 миллионов копий. А Одиссея и вовсе стала самой продаваемой игрой в серии и одной из самых высокооцененных игр, которая по оценкам уступает лишь второй части. Так что кто бы что ни говорил и как не олдфажил, Assassin тоже с каждым годом становится все лучше и популярнее. Недавний анонс Вальхалы тоже привлек к себе много внимания. Следующая часть развернется в сеттинге Скандинавии. В игру вернется прямое противостояние тамплиеров и ассасинов, а еще над игрой трудится аж 15 студий. Это новые рекорды для Ubisoft. Вспоминая шедевральную Одиссею, у меня аж мурашки по телу бегут от представления того, насколько потрясающей получится Вальхала. С нетерпением ее жду. Франшиза ассасинов сейчас тоже находится на пике своего успеха и популярности. Пике, который лишь продолжает расти, пускай и не так быстро, как это делает Call of Duty и другие сверх популярные франшизы. Ну а на этом пожалуй все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и бейте в колокол. Всем удачи друзья и всем пока.